Седан Lexus ES впервые примерил систему полного привода. Её взяли от родственной Toyota Camry, так что для привода задних колёс использована электромагнитная муфта, способная переваривать до 50% крутящего момента. Увы, но вместо солидного V6 такому Lexus полагается лишь скромная рядная четвёрка. Это 200-сильный атмосферник, с которым состыкован 8-диапазонный автомат, зато трансмиссия 4х4 никак не повлияла ни на объём багажника, ни на простор салона. Кроме того, для этой версии также доступен пакет F-Sport, в который входит спортивный декор, усиленный кузов и адаптивная подвеска. За океаном полноприводный ES появится через месяц-другой. А там, если повезёт, нетривиальная модель доберётся до наших широт. А ещё Lexus слегка подновил флагманский внедорожник GX. Пока изменения коснулись только американской версии. Так, в списке опций появился новый пакет оснащения, куда вошли электропривод третьего ряда сидений и 17 динамиков акустики премиум-класса. Среди дополнительных приобретений отмечены новое лобовое стекло, которое снижает уровень шума. Мультимедийная система научилась поддерживать виртуального ассистента Amazon Alexa. А перечень электронных помощников стал заметно шире, чем раньше. GX для нашего рынка тоже наверняка станут умнее и роскошнее. А вот шансов на гибридизацию Kia Sorento точно нет. В Россию приедут только бензиновая и дизельная версии. Между тем, для Европы впервые создан подзаряжаемый гибрид, построенный вокруг 180-сильной турбо-четверки объемом 1.6. В шестиступенчатый автомат встроен 90-сильный электродвигатель, так что суммарная отдача тандема – бодрые 265 сил. Интересно, что наличие батареи под полом багажника уменьшило отсек только на 10 литров. Опять же, семиместный салон тоже сохранился, что понравится большим семьям. Пока единственный минус – засекреченный пробег на одной зарядке. Понятно, что перед стартом продаж его придется раскрыть, но, как показывает практика, в пресс-релизы обычно не включают лишь то, чем нельзя гордиться.